так друзья прощаемся с женам все до новых встреч да возможно я даже приеду в стокгольм ну как ты понял вот дела делишки как говорится возможно поэтому может быть увидимся но может быть все может быть да 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 все может или в калифорнии да держись всего хорошего спасибо счастливо так друзья мы находимся на вокзале точнее на пароме здесь еще точнее говорить в порту это у нас порт морской порт сейчас я вам его покажу попрощался с женам и мы пойдем дальше покажу вам паром в принципе я вам его внутри уже показывал я так думаю что это тот же самый паром на котором я тоже на нем прибыл но я прибывал не с джоном мы с джоном встретились уже здесь вот оговорились он приехал если вы смотрели предыдущие ролики он 20 лет уже не был 20 лет представляете не был здесь он здесь раньше жил то есть это можно сказать его родина в каком-то плане ну или вторая родина вот вот такой вот видите паром таллин называется вот 20 лет в общем он не был прибыл погуляли мы с ним по городу показал мне город все вам уже показал тоже можете посмотреть вот и сейчас жены проводили идем вперед я же пока буду находиться здесь не знаю правда сколько я здесь буду находиться здесь данный момент нравится находиться первых погода еще не испортилась сегодня допустим плюс 15 ну как теплая здесь относительно теплый то есть не холодно не так что идешь по улице и думаешь куда бы зайти гулять по паркам там по улочкам центру прогуливаться и это нормально если ноги не устают в плане холода не надоедает он там видите высотки стоят вот это новые высотки и как мне сказали в одной одной из этих высоток то ли за четыре миллиона евро то ли за 6 миллион евро квартиру купил какой-то российский но кто именно неизвестно с другой стороны может быть это чисто знаете такая закидушка для того чтобы показать что вот такие квартиры строится и что люди покупают в общем я не знаю но просто мне так сказали что купил что информация такая прошлась вот мы же пойдем вперед сейчас покажу красивые такие места такую настоящую золотую осень вот здесь видите то есть вот здесь под мостом он там и лодочка может проходить и вот так она туда дальше идет по этому каналу вообще этот канал он вот таким вот образом вот так по кругу он идет и уходит в ту сторону опять-таки сторону центра доходит куда мы сейчас тоже даст бог с вами придем птицы здесь стали улетают что я уже прилетели осенью насколько я знаю птицы должны улетать но местные птицы что-то пока не спешат на юга в отличие от них я уже подумаю какое-нибудь теплое место ноги сделать хотя с другой стороны так есть такого сильного желания просто раньше очень сильное было желание вот всегда чтобы было тепло и постоянно вот эти зимы то в таиланде на потом вторая зима на канарских островах то есть постоянно тепло было а вот сейчас как-то нету такого большого желания как бы ну если поехать конечно хорошо то есть поехать и поехать как говорится но именно такого конкретного желания как раньше да такой страсти скажем так такого уже нет поэтому вот сейчас я здесь нахожусь и мне здесь каком-то плане нравится находиться из-за вот этой постсоветской пространственности если так можно выразиться то есть здесь все говорят на русском я одновременно как бы типа аля европа хотя до конкретной европы до такой нормальной европы конечно здесь еще очень далеко и первые зачатки скажем так есть простки первое идут так сейчас пойдем с вами такими переулочками мы должны в парк выйти вообще у меня здесь это в этом городе я нахожусь на такое ощущение что здесь знаете не сколько я здесь неделю такое ощущение что я здесь уже в общем кого-то я здесь давно уже живу вот есть такие чувства какие-то вообще когда любом городе какое-то время прибываешь уже знаешь где что находится где что убрать людей каких-то знаешь знакомишься общаешься тем более тем более мне еще джон показал он же ригу мне когда показывал то что я выкладывал он же показывал ее рассказывал о ней что было 20 лет назад вставлять то есть это еще советские времена он мне рассказывал там здесь это было здесь то было здесь там пельменная какая-то здесь люди собирали здесь сидели здесь советские граждане в очереди стояли в общем дал полностью расклад тех времен и также я увидел то что сейчас происходит то есть то что я вам сейчас показываю поэтому сложилась большая картина уже об этом городе конечно все я вам заснять не смог потому что у меня камера сейчас нет кстати камеры я надеюсь все таки скоро сделают завтра я в этот панасоник центр очередной еду даст бог если доеду возможно может что-то получится с этим но несмотря на это пока снимаем телефон так сейчас переходим канал вот видите этот канал как я говорил он вот здесь вот идет вот так вот и он туда он продолжается вот как мы сейчас пришли то есть так он по кругу идет как бы такой можно сказать центр этого города он можно на нем проехаться круг сделать вот если вы берете лодку здесь лодку если берете за 10 евро можно вот по всему этому каналу на лодочке прокатиться спокойном режиме дело в том что я это видео уже снимал но получилось так что я случайно удалил при том сутки я заливал интернет из-за того что очень здесь плохое меня тут еще утки где-то есть а он и утки он видите на той стороне вот осень вот в общем сутки я заливал это видео потому что она больше часа у меня получилось или около часа что-то с этим интернет был слабый и в конце все уже сделал уже выложил его и хотел удалить другое видео и случайно нажал на него удалить так то нам не исчезла я так думаю что она у меня в компьютере есть просто я пока не успел нормально разобраться но если есть компьютере я его естественно восстановлю по новой когда нормальный интернет будет по новой загружу но если даже этого не будет все равно просто говорю что вот это вот видите вот этот канал он вот так вот идет то есть если вы приезжаете в ригу можете спокойно взять лодочку и где-то в течение часа так по кругу на лодочке проехаться вам человек все объяснить что где находится ну капитан штурман кто за этим кто баранку крутит полный расклад вам даст такую экскурсию можно совершить здесь видите какое-то место для медитации вот этот китайская такая тайская китайская или какая-то такая закидушка сейчас здесь никого нету но я видел вот здесь вот садились люди вот в этой вот вот здесь вот на траве вот в этих местах они садятся и медитируют то есть в позе вот этого лотоса кажется называется по позе то есть такие здесь вещи происходят ведь разные надписи конкретно не могу сказать что это вот здесь написано кстати вот здесь написано только это надо еще понять вот если поймете то вот это то что написано также тем кто с латвии с голода с города с голода риги с города риги пишите что это я пока не знаю что это знаю только что вот эта лодочка ведь его до наплывет вот на такой вот лодочке вот за 10 евро можно совершить такой часовой круг и сейчас людей на ней мало потому что сейчас осень холодно ну точнее сегодня не холодно но вообще сейчас как бы осень и людей очень мало летом она бывает забита практически все потому что туристов побольше шашка тюрьме вот и наш великий александр сергеевич смотрите друзья я вам его обещал показать все время и каждый раз получалось что мимо него один раз я ему оттуда с лодки показывал на том видео который я уже говорил а вот сегодня я вам его показываю уже конкретно вот он стоит ведь смотрите какое но лицо серьезное как минимум как минимум он помнит это чудное мгновение когда она перед ним явилась вот и как я уже говорил постоянно здесь святы вот сейчас горшки стоят вот но еще здесь бывает вот здесь лежа а вот видите да и вот здесь тоже лежат цветы ну про в принципе вот всегда сколько раз я здесь проходил сколько я помню здесь всегда поэтому всегда лежат стихи вот и такой интересный памятник что он небольшой смысле бывает такие вот огромный допустим как в москве на пушкинской да то есть сверху такой пушкин смотрит притом который стоит на пушкинской памятник у него если так на него смотреть у него такая именно лицо такое знаете как дума то есть вся вот эта россия представляете то есть он можно сказать охватывает всю россию вот а здесь же он такой такой более более такой человеческий что ли более местечковый если так вообще можно выразить собой более в каком-то таком образе его изобразили в этом месте но несмотря на это очень тоже красиво по крайней мере мне нравится так ладно пойдем дальше друзьям вот вот это здание если я не ошибаюсь это с портом связано то есть офис портовый офис если так если так можно выразить что-то в этом роде вроде бы это так было тоже здесь детишки ребятишки утки плавает красота так мы пойдем вперед через парках много памятников разных стоит там какой-то памятник тоже здесь какой-то глыба какая-то торчит Сейчас пойдем в сторону центра города. Вот это я не знаю, что такое, но похоже, типа знаете, как какой-нибудь дом культуры или что-то вот в этом роде, такое местное. И тут тоже вот какой-то памятник стоит, но уже такой мощниковый, при том видно, что какому-то политическому деятелю в любом случае это не поэт. Хотя, может, это и не политический деятель, но не поэт точно. Ну это так, друзья, просто мои предположения. Вы серьезно, как говорится, не воспринимайте, что я говорю, потому что я на самом деле не знаю, кому этот памятник. Но он мне напоминает, вообще напоминает какого-то украинского президента. Скажите, вам не кажется так? Просто посмотрите на него, как будто на площади где-то в Днепропетровске находишься. Вот, что-то в этом роде, не знаю, кто это. Ну, видать, какой-то деятель, латышский местный деятель. А здесь, здесь у нас флаги развиваются тоже, или дом культуры, или вообще что-то с городом связано. Здесь такие пирамиды стоят тоже. Вообще, вот, Латвия, ну или Рига, вот здесь люди, которые живут, опять-таки, если это мне так чисто может кажется, вот они, знаете, какое-то у них свое вообще такое есть. Вот, допустим, даже вот эти пирамиды, да, смотрите, они поставлены, как вы знаете, опять-таки, как говорят, точнее, что типа, если пирамиды, то под ними там какая-то энергия складывается, или она не складывается. Одним словом, типа, это хорошо, полезно, если так можно выразиться. Вот, и латыши в этом плане, они любят такие штучки. Вот, сейчас посмотрим, что здесь вообще происходит. Что это за пирамида, и для чего она. Какая-то будка стоит, трансформатор какой-то. А, лифт. Ничего себе. Для инвалидов лифт есть. В общем, тут можно спускаться. Правда, лифт не работает. Но это нормальное явление. Как я говорил, видите, все в таком, вроде Европа. Ну и все равно, еще не Европа, можно сказать. Но зато можно тут полезется, спуститься. В общем, не знаю, что там. Хотя можно спуститься, кстати, посмотреть. Раз уж не было. Отсюда дошли. А, стоянка, стоянка здесь. Точно здесь просто стоянка. Ладно. Стоянка нам не нужна. В общем, людям не обязательно на стоянку спускаться на лифте. А инвалидам тем более. Если бы это было где-нибудь в Германии, Швеции, то, естественно, вот этот лифт пообязательно работал. То есть не могло бы быть такого, чтобы он не работал. Ну, конечно, могло бы быть. Так бы все может быть. Но все равно это было бы как бы очень редким таким случаем, можно сказать. Чтобы он не работал. Обычно все четко, конкретно работает. Особенно такие вещи. Так, что ж, друзья, пойдем мы дальше. Я так думаю, что мы сейчас прогуляемся с вами в сторону центра. То есть как бы будем идти дальше. Буду вам показывать, что знаю, что не знаю. Просто смотрите. Вот. Возможно, будет интересно. Возможно, и не будет интересно. Не знаю. Пишите. Как говорится, если в кайф, конечно, писать. Если не в кайф, то ничего не пишите. Просто смотрите. Красный свет горит. Не будем нарушать правила дорожного движения. И подождем. Вот место байкер пронесся. Вот это. Что же это было? Мне даже говорили, что это за здание. Но я, к сожалению, не помню сейчас. То ли это институт какой-то был. То ли музей этого. В общем, кто его знает. Но в любом случае здание это, конечно, старое. Видите, здесь все такие старые здания. Здесь, кстати, архитектура сама зданий. Особенно в центре. Она очень красивая. То есть не вот эти новые дома, я имею в виду. А старые дома. Они очень красивые. Город сам красивый по себе. И так же очень много зданий разваливается. То есть они не реконструируются. Находятся в таком полуразвалившемся, можно сказать, состоянии. Особенно таких зданий много, когда ты уже с центра города выходишь. То есть мы сейчас как бы в центре находимся. А за центром города таких зданий вообще много. И иногда попадаешь такие в трущобы, можно сказать, своеобразные. Такие старые, заплесневелые. Уже знаете, вот-вот-вот такое ощущение, что вот-вот сейчас все это рухнет. Но люди там живут. Люди живут. И когда в такие места попадаешь, вот я уже говорил на видео, мне это напоминало, как будто в Одессу вот попало. Ну и другие города, конечно, тоже можно сравнить со многими другими городами. Но вот именно почему-то в Одессу напоминало мне, там тоже такие места есть. Настенная выставка проходит. Вон там, видите? Такие маленькие рисунки. Сейчас я вам их покажу. Там выставлены картины. Если я не ошибаюсь, там выставлены картины Рериха. Вот вообще у Рериха, кстати, очень красивые и своеобразные картины особенно. Ну, горы. Очень хороший у него стиль. И вот сейчас, если это так, сейчас я посмотрю, это или не это. Я помню, что выставка тут была. Или это не здесь было. Нет, это что-то другое у нас. Я ошибся. Вот иностранцы гуляют. Мне кажется, это даже были испанцы. Я сейчас точно не могу сказать. Потому что не услышал. Но вроде испанцы были, потому что мне показалось Грация. А может, макароники. Не знаю. Такая вот выставка здесь. Картин. Но Рериха я видел в другом месте. Сейчас не помню, где. Так, ладно, пойдем вперед. Мы с вами зарулим в эту сторону. Такие здесь палаточки стоят. Как видите, киоски. Вообще, после таких конкретных европейских стран, вот эти вот киоски разные, эти сигареты продают, вот этот алкоголь. Все выглядит это очень странно как-то. Как-то, знаете, так. Не на уровне, скажем так, какой-то низший. Такое. Как будто все еще осталось. А, они поменяли, они поменяли. Видите картины? Они поменяли. Здесь другие висели. Точно. Я в этом месте был, я это вспомнил. Потому что этот... Видите, здесь уже все другое. Другие мотивы уже пошли. Видать, у них меняются они от времени. А может и не меняются. Сейчас посмотрим. Если вон там не будет, Рерих, висеть, то значит, поменяли. Если будет висеть, а мне кажется, он висит. Вон он. То значит, не поменяли. Вот, видите. Все верно. Не поменяли. То есть, все так же. Посмотрите, какая картина. Также вот это вот, видите, тоже. И вот это горы. А горы это вообще мощь, это сила. Вон, смотрите, еще. Вот такие вот картины. Все правильно оказывается. Оказывается. Так, ладно, пойдем вперед. Так, здесь тоже парк. Как вы заметили, наверное, друзья, здесь в центре много таких парков, в которых можно гулять, сидеть, отдыхать. Разные аттракционы здесь тоже бывают. Вот, но сейчас осень, и все выглядит чудесно. По крайней мере, мне очень нравится вот здесь осенью находиться. Местный памятник человеку. Напишу. Вот с этой стороны, это для тех уже, кто хочет, кто приезжает, точнее, там, закупаться, хочет, да. Вот здесь, видите, идут магазины. Вот Zegna, вот Berberi, потом еще Armani, где-то... А, вот он, Armani, да, вон он. Видите, вон там Armani. То есть, чтобы вы знали, где это искать. Вот, гостиница Redis and Blue, то есть, гостиница Латвия. Это главная, в принципе, гостиница в этом городе. Ее все знают. Ну, легче всего найти, если так можно сказать. Вот, и рядом с этой гостиницей, вот с этой стороны, вот знаете, что здесь можно, скажем так, заниматься шоппингом. Сразу скажу, что цены там не дешевые, то есть, это не в Италии, не итальянские цены. Они их сами привозят из Италии. Притом, у них такая вещь, что они привозят не в большом количестве. То есть, разные магазины. Ну, по крайней мере, как мне сказали, потому что, вот видите, вот этот магазин. Допустим, у них может быть пять пар обуви, и размеры могут не быть, или еще что-то может не быть, только потому, что они не берут, как бы так сказать, много. Ну, видать, какой спрос есть, настолько и берут. То есть, так получается. Вот, и также вам такая маленькая информация, друзья, насчет такси. Видите, вот эти красные таксишки. Вот эти красные такси, они считаются самыми дешевыми. То есть, если вы приезжаете в Ригу, в Латвию, в Ригу приезжаете, вот всегда, по крайней мере сейчас, я не знаю, что будет в будущем, ничего не могу говорить, но, как сейчас многие говорят, вот именно вот эти красные такси, они из самых низких, низкие цены у них. То есть, садишься, допустим, если ты с ними проедешь на, ну, грубо говоря, на 10 евро, то с другом такси это будет стоить минимум 12 евро. Ну, а так примерно там 13, 14, 15. Ну, то есть, примерно так, относительно я сейчас все это говорю, ну, просто это одни из самых дешевых такси. Вот, они стоят не только здесь, они еще стоят в центре города. В общем, они по всему, как бы, городу раскинуты. Можно так сказать. По крайней мере, у меня такая информация, но кто живет в Латвии, кто живет в Риге, если знаете информацию получше, то, естественно, пишите внизу в комментариях, чтобы кому вдруг будет полезна информация, то кому, может быть, ну, будет даже нужна. Вот, такие вот дела, велосипеды сдаются в аренду. Вот, также для шопинга, вот с этой стороны чуть-чуть магазины есть. Вот, как бы, вообще, вот в этом квартальчике, как бы, по кругу идут такие некоторые магазины, одни из таких, ну, брендовых, скажем так. И есть также, как это называется, атлет, типа атлета. Вот, то есть, те же бренды, вот, которые вон там представлены, да, или еще другие, ну, в общем, примерно те же, там, Dolce & Gabbana еще какие-нибудь, то есть, в этом стиле, там, Prado, может. То есть, они еще могут прошлые какие-то коллекции, прошлогодние или позапрошлогодние, то есть, атлет называется эта тема. Вот они, тоже в этом районе это все можно искать. Здесь они, эти магазины есть, я сейчас точно, к сожалению, не вспомню, где он находится, но это тут. Так, а мы пойдем дальше. Посмотрим, что у нас тут еще есть. Что-то какая-то музыкальная. Музыкальная тема там была. Такая вот Рига. Сейчас туристов мало. И в Юрмале тоже. Юрмала, кстати, чтобы знали. Друзья, если хотите поехать в Юрмалу, это относительно совсем недалеко. Даже не то, что относительно, это реально недалеко, потому что раньше, допустим, для меня, я считал, я почему-то так думал, что Юрмала, это от Риги надо ехать, это так далеко. О, ну, знаете, такое ощущение какое-то было. Но все находится очень близко. Буквально полчаса на электричке, и вы уже в Юрмале. И проезд стоит всего лишь около одного евро. Там, то есть, это может быть лад стоит, может чуть меньше, в зависимости, в какой район Юрмала ты едешь. Там их несколько районов. Чем ближе, тем дешевле. Ну, вообще, так грубо, если брать, 1 евро. То есть, это недорого. Так, здесь наш ресторанчик Лидо, в котором обычно я делаю свои перекусы. Вот. А там дальше центр у нас лежит. И я так думаю, друзья, что мне надо будет, наверное, сейчас все-таки перекусить чуть-чуть, потому что дело к вечеру. Вон там, видите, магазин Босс тоже есть, если кому-то Босс одежда нравится. То есть, вон там есть тоже магазин. Да, пойду я все-таки поем, потому что потом я отсюда уйду и в другом месте искать еду. Это будет немножко запарка. Вот такие дела. Ладно, друзья, будьте свободными, берегите себя, смотрите Анзор.ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечный поле.